Завтра вся страна празднует самый мужественный праздник в году, День защитника Отечества. Как примечательно, что в этом году 70 лет исполняется самому известному оружию-автомату Калашникова. Но это не единственный юбиляр. Также полвека прошло с начала старта выпуска легендарного военного грузовика ЗИЛ. Репортаж Юрия Осипова. В этом автодроме в столице республики за год обучение проходит более 200 курсантов. Занимаются они в основном на легендарном ЗИЛ-131. Уже более 15 лет обучением курсантов занимается Алексей Шепелев. Вот они у нас проходят полный курс обучения на таких автомобилях. Автомобили технические, исправные всем. Они у нас идут с военских частей, потому мы готовим военных водителей. Зачастую, пройдя обучение, курсанты отправляются служить в армию. Квалифицированные водители играют там немаловажную роль. АМОЗ – один из таких курсантов. На службе он сумел в полной мере применить полученные навыки. Я в армии ездил на ЗИЛ-131. Сейчас выпускают, все еще ездят. Машина надежная, уже сколько держится получается. Моя машина была с 1986 года. Эти машины начали выпускать еще в 67-м. И в текущем году официальный юбилей – 50 лет. С тех пор они являлись непосредственными участниками многих боевых действий. Из-за отсутствия дополнительной защиты во время боевых действий для защиты солдат вдоль борта машины и на дверь вывешивались бронежилеты. Неприхотливый в обращении, но способный проходить через самые сложные маршруты. Этот автомобиль стал незаменимым помощником. Сегодня различные его модификации состоят на службе в пожарных частях, авиации и многих других. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск. Юрий Осипов, Владимир Таюрского, Владимир Таюрского я agregar ingenacherя. Юрий Осипов, Владимир Таюро, Владимир Таюрского вида между Бельгином на создав XML- aula